Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиосурки. Начинаем работу в прямом эфире. Обычно в этот день и в это время подводим итоги недели. Но здесь мы чуть-чуть посмотрим на такой больший период. Хотя, если брать еще ту неделю, в субботу, как раз-то все произошло. В ней очередные выборы в Рижскую Думу. И сегодня у нас в гостях один из лидеров списка Согласия. И, кстати, заместитель председателя партии Согласия. Андрей Морозов у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Да, ну, как обычно, после выборов есть масса разных версий, спекуляций, про чему произошло так или не так. Вот одна из версий, что касается Согласия, такова, что, в принципе, Согласия провела неплохую и подробную кампанию, но избиратели не пришли. Это одна из версий. Вторая есть версия, которая говорит о том, что дело не в избирателях. Определенные выводы надо будет сделать партии Согласия, потому что 12 мандатов – это очень мало. Даже если пытаться прибавить к этому 5 честь служит Риге, которые, как мы знаем, 3 года тому назад шли единым списком, это получается 17. Даже если русский союз, ну, если русские голоса начинают считать, хотя это такая очень неточная, неточные подсчеты, получается, 21 – все равно мало. Если в прошлый раз было 32 голоса, то все равно мало. Все-таки как вы лично и как партия оценивают, ну, так вот, по горячим следам вот результаты этой придурбанной кампании? Ну, в первую очередь хотелось бы сказать большое спасибо тем избирателям, кто пришел на избирательные участки и высказали свое мнение. Вне зависимости от того, кому они свое предпочтение отдали, это большое спасибо. Конечно, те, которые не пришли на избирательные участки, наверное, критиковать уже не будет честно, да, а как мы знаем, выборы на 5 лет – это довольно-таки большой срок. И последствия выборов мы уже видим на следующий день после выборов, это неиздержание своих обещаний и предвыборных агитаций теми правящими партиями, которые правят коалиции в правительстве. Ну, к сожалению, эти же партии сейчас, похоже, что будут править какой-то срок времени. Да, только что пришло сообщение о том, что создана коалиция с 39 лет, но об этом чуточку попозже. Да, это попозже, но, к сожалению, они, похоже, будут руководить Ригой. И первое их решение, пока они даже не вступили еще в депутатские кресла, они не получили мандаты, а какие-то решения они уже делают. И это мы видим, так как администрация Риги, которая была временной администрацией Риги, она из той же правящей партии паристов. Да. И эти решения, они не во благо рижан, в моем понимании, и не поддерживают те предвыборные агитации, которые они говорили. И то же самое озеленение Риги, да, как мы видим, на второй день после выборов, тоже так называемый в народе Марса Паркс был полностью вырублен. Хотя перед выборами это было довольно-таки так тихо, и, говорили, нет, нет, то, что мы как бы, ну, хотя из 18 депутатов, которые прошли, два человека, они как раз этот парк и отстаивали, и благодаря тем 15 тысяч людей, которые подписали эту петицию, они, наверное, и зашли в депутатские кресла, но очень интересно, что они будут сейчас отстаивать. Как-то смешно. Вот так, чтобы закончить вот эти итоги голосования, потом поговорим уже о будущей Рижской думе. Вот есть такая, ну, не версия, не версия, многие политологи до выборов пытались вот ее озвучивать, и уже они, я думаю, подходили с таким, ну, вот таким взглядом, что, скорее всего, с учетом, ну, всех черного кампании, которая была против согласия, мы все это знаем на протяжении многих месяцев, что очевидно, что повторить вот этот результат, который был 10, ну, дважды подряд, 10 лет, уже не удастся. И при любом раскладе, неважно, сколько получат мандатов согласия, 12, 14, там, не знаю, 17, все равно придется работать в оппозиции. Не для этого правящие распускают Рижскую думу, чтобы потом опять отдать ключи от города согласию. И, может быть, вот наличие вот небольшой, компактной профессиональной фракции, это и совсем неплохо вот в данной ситуации, если так можно сказать. Да, Рижская дума была распущена благодаря определенным людям, которых были, наверное, заинтересованы каким-то образом. Сейчас, я думаю, что они это глубоко сожалеют, потому что их результаты... Вы сами не ожидали, да? Да, но их результаты они не показывают тех ожиданий, которые они очень ожидали, и даже не близко к этому. Если говорить о согласии. Да, согласие, можно сказать, эти выборы проиграло. Избиратель нам показал желтую карточку, не красную, но желтую. Это последнее предупреждение, я так думаю. Мы согласны, что была череда ошибок, и тот черный пиар, который последние полтора года выливался на согласие со всех сторон, конечно, это подбило избирателя. Как мы видим, многие избиратели полностью не пошли, опять же, на голосование, дабы, ну, как говорят, выбирать некого, и голосовать мы не пойдем. То есть, они голосовали, да, они вообще остались дома, и не пошли. Они, да, не пошли просто голосовать. Я считаю, что это неправильно. Все равно свое мнение надо показывать, говорить, потому что, чтобы, ну, только не быть вот этим вот диванным экспертом или кухонным экспертом, я так называю, да, людям надо высказывать все-таки свое мнение. Согласие вышло на выборы с две трети обновленным списком. Было в свое время предложение о том, что предыдущий созыв, например, Рижской думы вообще не участвует, да, но было принято решение. Все-таки, если человек считает, что он достойный идти в список, пожалуйста, он может идти в список. Поэтому две трети было обновленное, а одна треть была, ну, из предыдущего созыва. Я считаю, это неплохо, потому что, ну, если бы пришли полностью новые, да... Сложно было бы работать в специфике госуправления, да, надо понимать. Мне, наверное, проще в плане того, что я работал как в предприятиях самоуправления, и всеми, ну, работал, да, депутатом, да, в госуправлении, да, в госуправлении. Мне было бы, наверное, немножко легче, потому что, ну, я понимаю, но я не был в самоуправлении, например, депутатом. Это будет для меня новое, но понимающий, как бы, все это специфику, это облегчает. И, да, мы уже анализировали до выборов свои ошибки, свои поступки, как это надо улучшить, как надо переработать свою специфику. То есть, это будет и сейчас? Это будет видно сейчас. Мы работаем с первого же дня после выборов, не откладываем на отдых и отпуск, а продолжаем работать. То есть, политика согласия, партия согласия, она не такова, что выборы закончились, ну, можно до свидания, да, нет. У нас выборы закончились, начинаются следующие выборы, поэтому отдыхать нам не стоит. И так как мы придерживаемся своих предвыборных обещаний, это не обещания, а это работа, мы будем их соблюдать. Мы будем отстаивать так же, как интересы рижан. Это социальные программы, это программы обучения, это поддержка бизнеса и финансирования. То есть, в принципе, вы прогнозируете, что партии удастся и реформироваться, и обновиться, и как-то вот представить в каком-то другом образе, да? Я почему спрашиваю, поскольку, ну, рейтинги мы видим пока согласие по-прежнему на первом месте в стране, вот вчера были обновлены новые рейтинги, но, тем не менее, ну, снижение есть, то есть, такие тревожные нотки все-таки есть. Тревожные нотки, они объекты не только в плане того, что человек, который имеет право участвовать в выборах, не идет, не участвует, да? А нотки в том, что выборы-то становятся какие-то странные. Даже вот та же ситуация, 600, более 600 бюллетеней, в нормальной демократической стране даже такой нюанс, он был бы поводом опротестовать вообще выборы как таковые и аннулировать эту ситуацию в плане того, что довольно-таки большое количество людей, смотря на то, что почти тысяча избирателей не берет своего внимания, они просто не пойдут на выборы, и это не демократическая страна, в которой такое решение принимается. Ну, это же только 1%, неполный 1% избирателей, которые имели право идти участвовать на выборах. Извините меня, у нас явка 40%. В других странах, если явка меньше 50%, вообще выборы нелегитимны. Да, признаются несостоявшимися. Поэтому я думаю, что здесь надо принимать решение. Посмотрим, как будет суд реагировать, какие будет принято решение. Опять же, увидим, что в конвертах. Я думаю, это очень много избирателей и очень много жителей интересует этот вопрос. А какие конверты там? Одинаковые ли они все 600? Или все-таки, да, это был человеческий фактор, и ошибка... Как я понимаю, у нас был диалог, я участвовал в одной программе, и мой оппонент тогда был руководитель ЦВК, она говорит, что эти 600 конвертов, похоже, что с предыдущих дней, но там тоже была явка довольно-таки большая, по 10% каждый день, мы знаем, четверка-пятница. А, предварительные голосования, да. Но по большому счету в этих два дня не во всех избирательных участках были, например, наблюдатели. Всякое может быть, да. Всякое может быть. Там очень-очень много вопросов, поэтому я думаю, что один из факторов будет тот, когда откроются конверты и посмотрят, что избиратель там, например, или не избиратель там. Но существует, теперь это только суд может решить, да, об открытии конвертов. Да, но в любом случае они должны быть открыты, и это будет провод к криминальному делу или нет. Ну, я так понимаю, что часть бывших кандидатов, депутатов уже тоже опротестовали вот эти вот, это решение Центральной избирательной комиссии, так что, видимо, все-таки суд еще предстоит, и когда состоится первое заседание Рижской думы, пока еще даже тяжело предсказать. Да, после выборов в первой программе телевизионной я говорил о том, что согласие будет опротестовывать этот вопрос. Если ни одна из партий, которые сказали об этом громко, не будут это делать, так как партии, которые заявились, они и подали свои претензии из нашего списка, так как у нас все-таки партия, она состоит из многих партий, и одна из партий, ну, коммунистической партия социалистов, они подали со своей стороны, они подали тоже претензии, но это не партия, как бы согласие, а одна из партий составляющих. Да. Вот еще, может быть, такой вопрос, так вот, заканчивая, может быть, с итогами голосования. Вот понятно, что, скорее всего, в оппозиции, по крайней мере, пока будут работать три политические силы, три фракции, так я понимаю, согласие, честь служит Риге и Русский Союз Латвии, да, поскольку только что пришло сообщение о том, что создана вот эта, условно говоря, правящая коалиция, может ли быть между вами какое-то взаимодействие, я почему спрашиваю, с одной стороны, вроде бы в Рижской Думе как бы человек новый, вы не отвечаете за предыдущие разногласия, которые были вот в той Рижской Думе, да, которые привели в итоге к распуску столичного самоправления, но, с другой стороны, есть какие-то там нюансы, личные взаимоотношения. Возможно ли какое-то сотрудничество уже в рамках оппозиции? Конечно, возможно, сотрудничество, пока, так как мы не получали ни мандат, ни выборы, выборы не считаются как бы законченными, пока это не объявили. Мы не вели ни одни переговоры, ни с одной из партий, поэтому я думаю, что партия, конечно, мы будем как фракция уже, мы сделали и выбрали Константина Чекушина руководителем фракции, я и Анна Владова за фракции, руководители по фракции, поэтому переговоры будут, если смотреть по партиям, которые попали и находятся сейчас в оппозиции, у нас очень много чего общего, да, и общие интересы, а человеческий фактор, он все-таки находится вне Рижской Думы, и свои личные претензии мы можем друг другу, наверное, предъявлять не на работе, а за стенами Рижской Думы, и это будет корректно. Если говорить все-таки о приоритете, приоритетах согласия, допускай сначала в оппозиции, вот в Рижской Думе, что бы вы определили, каковы эти приоритеты? Приоритеты – это социальная программа, сохранение социальных программ, так как понимаем то, что кризис, все-таки экономический кризис, он уже не с горами, а он уже стучится в каждый дом, и первые звоночки – это от судебных исполнителей, которые во многие квартиры уже начинают стучаться из коммунальных долгов, например. Лично я говорил предвыборной кампании своей о том, что правящая коалиция правительственно собирается приватизировать или отдать по приватизации предприятия самоуправления, на что они уже после выборов и довольно-таки идут большими шагами. К примеру, по РНП. Один из первых звоночков – это вопрос по отоплению, который уже с октября месяца, уже с второй, даже, может быть, половиной сентября, по зависимости от погоды, которая будет нас ожидать, нас ожидает вопрос подключения к теплосетям. Не каждая квартира будет подключена и задолго. А что это означает? Это означает автоматическое удорожение, это означает о том, что не каждый дом сможет пропорционально подключиться к дому, а, как мы знаем, каждую квартиру отдельно подключить к отоплению невозможно, и начинается бардак. Чтобы этот бардак погасить или должны быть какие-то инвестиции, которые не будут, скорее всего, с государства поступать, и также Рижская, думаю, будет новым управлением говорить, ну, извините, это не наши вопросы, это вопросы самих жителей, сами решать. Но после COVID-19, да, все-таки экономическая ситуация, она в Латвии не очень хорошая, да, и, как мы знаем, очень процентов, наверное, 30 уже столкнулось с тем, что у них долг за коммунальные услуги уже вырос, и, как я говорю, что судебные исполнители уже стучатся, а судебные исполнители тоже свою копеечку накладывают, это тоже усугубляет, например, экономическую ситуацию наших жителей. Раньше этим вопросом занимался и гасил на своих плечах Рижское самоуправление ввиду компании РМП. Все, конечно, говорили, что это плохо, но если посмотреть, это порядка там 6 или 5 миллионов долго было в год, например, только по отоплению, и старались все равно подключать все дома к отоплению, и как-то этот вопрос откладывая или там деляя эти платежи, ну, все-таки идти навстречу жителям. А будет ли сейчас этот вопрос так решаться? Или все-таки переключайте договора, а там уже посмотрим? И долги будут расти, опять же. И вот этот вот второй там или третий этап COVID, он опять же, как мы видим, сегодня уже Эстонию и Литву включили список стран, которых надо соблюдать самоизоляцию, да, 14 дней. Опять же, ну, ты по случайной ситуации, например, попал в эту страну, приехал обратно, и тебе надо сидеть дома. Какой тебе, например, работодатель даст зарплату за то, что ты сидишь 14 дней дома, например. Ну, все усугубляет, но пока мы не видим каких-то тенденций улучшить экономическую ситуацию, ну, жители той же Риги, например, не говоря о Латвии уже. Да. Привемся, наверное, на короткий перерыв, я так понимаю. Андрей Сморозов у нас в студии, один из лидеров списка согласия на неочередных выборах Рижскую думу. 672-12-939, 672-13-939. После короткой паузы обязательно будем принимать ваши звонки, не переключайтесь. Продолжаем работу прямого эфира. Андрей Сморозов у нас в студии, ждем ваших звонков. Пока мы... Да, вот у нас есть звонок, давайте, может быть, мы начнем со звонков нашу вторую часть. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Ну, вот, может быть, необычный такой вопрос. Вот вы говорите о политических процессах, о выборах, о цифрах, о списках, о персоналиях. А ведь на самом деле это же Рига, это самоуправление, это город, это, по большому счету, большое домоуправление. И эффективность работы домоуправления зависит не от политической фигуры конкретной, или там коалиции, или там фракции, или еще чего-то. От конкретных профессионалов, которые в своей отрасли, там, в отоплении, там, там, водоснабжении и так далее, будут работать хорошо или плохо. Так вот у меня вопрос. А может быть, пора менять закон о самоуправлениях, в частности, вот, например, по столице хотя бы говорить, если, да, то есть, может быть, пускай столицы назначают профессионалов, а не выбирают тут как политические партии, потому что, ну, как я говорил только что, то, в принципе, они-то ничего не решают. Вот спросите вашего гостя про качество асфальта, он вряд ли вообще понимает, что это такое, вы уж извините, да? Да. Спасибо большое. Ну, не знаю, как по качеству асфальта. Качество асфальта, я понимаю, что, например, раньше были госты, и та же самая Германия придерживается тех же самых гостов, так, понимать, да, по, беря во внимание климатическую ситуацию в Латвии. Ну, и, к сожалению, если посмотреть в Эстонии, например, и тоже самое Литве, качество асфальта намного лучше, чем в Латвии. Поэтому претензии мы можем предъявить только коммерческим предприятиям, которые это делают. Это, конечно, к закону, который неправильный. В моем понимании, когда нижняя цена, да, выигрывает конкурсы. Не всегда нижняя цена, это означает качество, как мы знаем, и это неправильно. Закон надо пересмотреть уже давно. Если по персоналям, согласен полностью, что должны быть специалисты, но, как мы понимаем, опять же, специалистов очень мало осталось. И зачастую та зарплата, которая предлагается самоуправлением, она не всегда конкурентоспособная с теми компаниями, которые работают в частном секторе. И найти, ну, реально хороших специалистов очень трудно. Но к этому надо стремиться, и я согласен, что, ну, та же самая зарплата, она должна быть пересмотрена в другом направлении, в направлении качества, да, чтобы она была конкурентоспособной и чтобы человеку было интересно. Но, как зачастую человек приходит, ну, устраивается на работу по конкурсу, и он реально хороший специалист, но его начинают гнобить о том, что он в одной или другой политической партии, например, смотрит. И зачастую в Латвии вот этой параллели между бизнесом, например, да, можно сказать, и политика, его нету, она пересекается. Но не всегда мы, например, настолько влиятельны в политике, насколько мы хорошие специалисты. И многие люди просто из-за этого страдают, что они вот реально хорошие специалисты, но им симпатична, например, одна или другая партия. И это тоже, опять же, неправильно. – Да. И вот в продолжении того, что Вы сказали, всё-таки возвращаясь вот к этой работе повседневной, которая Вам предстоит в Лидической думе, есть целый ряд вот этих муниципальных предприятий, вот капитал-сабери, и, бессмысленные муниципальные предприятия. Что вообще, нужно ли что-то с ними делать, что-то менять, какой должен быть подход? Потому что мы помним, что ещё до выборов какие-то только предложения не звучали, а аудиторы вообще предлагали приватизировать Ригас-Наву-Парвал-Однекс. Что вообще сейчас будет, как Вы прогнозируете? – Я прогнозирую то, что часть предприятий финансово интересных инвесторам, они будут приватизированы. – То есть такой мрачный прогноз, да? – Мой прогноз он таков, и расскажу, почему я так предполагаю, и почему такие у меня факты. Во вторник, это, получается, третий день после выборов, в Рижскую думу были приглашены руководители самоуправления исполнительных дирекций. – Да. – Им были на стол положены письма о том, что исполнительные дирекции будут прекращать свою работу. – То есть эти все три, которые у нас были, да? – Да, три исполнительных дирекции самоуправления прекратят работу. – Видимо, там не те люди. – Видимо, там не те люди. Или людей надо поменять, так как мы знаем уже, что коллекционные партии очень быстро реагируют на то, что они будут руководить Ригой, и они устраивают своих жен, своих сестер уже на работу. Не все, конечно, из этих партий довольны такими темпами, и они зачастую говорят, это можно видеть в СМИ, да, в национальном СМИ этот вопрос уже обсуждается, кто кого принимает на работу и устраивает Рижское самоуправление. Но такой факт был налицо. пригласили руководителей исполнительных дирекций и объявили о том, что они прекращают работу в определенные сроки. Потом они быстро одумались очень, и это предложение было отозвано. Но пока оно было предложение, потому что это было не подписано. Но вердикт таков, что, скорее всего, исполнительные дирекции будут прекращать свою работу с 1 ноября 2020 года. Хорошо. А что будет вот... Изначально за этот год исполнительные дирекции были ослаблены в плане переадресации их задач. Их ослабили практически полностью. Тем самым, подняв негатив, и очень большие негативные отзывы были от жителей, что ничего и вопросы не решаются. Вопрос коммунального услуга, вопрос починки, вопрос земельных участков и всего остального. То, что с исполнительной дирекцией делается. Это повод для того, чтобы их закрыть. Тем самым мы понимаем, что как минимум 3 очень лакомых кусочка до недвижки будут перепроданы или распроданы. Большое количество сотрудников потеряют свою работу. С другой стороны, на эти же вопросы им надо кому-то заниматься. И эти вопросы будут переложены просто на администрацию других предприятий самоуправления, получается. Именно. А повысит ли этим сотрудникам, которые там работают и уже не справляются с тем количеством объема работы, зарплатную плату? Думаю, что нет. Похоже, что нет. Да. Ну, вот сейчас мы видим уже, приходит все время новая информация о будущей правящей коалиции. Уже 3 поста вице-мэра. А, ну, все-таки, да? Да. Я пока телефон не держал в руках. Да, пока. Ну, да. Они говорили, что они все-таки между 102 оставят только одного. Одного. Видно, не договорились. Не договорились. Видно, не договорились. Я удивлюсь, что потом еще новые комитеты создадут. Так, что интересно. Вообще, очень, да. Все идет противоречие о том, что они говорят каждый день, и все очень быстро меняется. А как же экономить средства? Я думаю, что это еще не пределы их фантазии, их бурным действиям в рижском и самоуправлении. Так как мы понимаем, что, например, та же партия АП. Вот мне тоже, я только вижу, что мэр Стакис, вице-мэр Кирсис... Еще один вице-мэр. Козлово, Смилтенс и Кирсис. Да. Самое интересное, что Смилтенс ошел вообще-то во вторым номером в списке. И я так понимаю, что Цилинский отказался от вице-мэра. Да, да, ввиду того, что, наверное, побоялся, но прекрасный депутат, который боится стать генералом, по большому счету, и руководитель Ригой. Зачем надо было идти просто первым номером? Это тоже показатель политической, наверное, силы, того влияния, которое партнер представляет. Вот вы сказали, Андрей, что вот такой прогноз мрачный, что, может быть, часть предприятий приватизирована. Тогда попрошу высказать еще один прогноз. Мы знаем, что, по крайней мере, три из четырех партий, которые будут правящие коалиции, шли на выборы, где у них в программе было написано, ну, по существу, покончить с образованием на языках нас меньшинств. Как бы они это завуалированно не писали, там, не знаю, обучение в детских садах только на латышском, или там, не знаю, все учебные процессы только на латышском, все равно, в принципе, понятно, куда ветер дует. Будут ли они это реализовывать, дойдет ли дело до сноса памятника освободителям? Я думаю, что вот эти вот предложения, чтобы пошатать, например, общество как таковое при, как бы так называется, затмении более глобальных вопросов, они будут, всплески будут по-любому, ввиду того, что коалиция состоит, будет стоять из практически радикальных либералов и радикальных националистов. И тут очень интересно будет их сопоставление, так как мы знаем, что, например, в списке так называемых партий пар, да, 11 человек – это из прогрессивной партии, и 6 из АТС-ТБ пар, да, а из этих 6 еще 2 независимых, которые один шел с прогрессивной, а один шел с АТС-ТБ пар. И там вообще уже очень интересные србор получаются. Опять же, Яна Вена, которая как бы социал-демократическая партия, там, консервативная партия, которая реальная консерватора, да, и та же самая национальная партия, которая также себя считает консерваторами. Они говорят, что вот их принципы не будут смешиваться в Великой Думе, так как это не правительственная правительственная, как бы, структура, поэтому нет. Ну, извините меня, там очень много вопросов, которые будут сталкиваться реально на эмоциях только, да, и на ваших взглядах, ну, политических. Поэтому очень они рановато говорят о том, что, как они сложатся, я думаю, что вот это вот изменение состава коалиции будет не один раз в пять лет, а чуть ли не каждый год, а может быть и быстрее. Да, ну, тогда это будет по крайней мере интересно на это все будет посмотреть. Вот во время предыдущей кампании упрекали, ну, видимо, предыдущие руководства Иржеской Думы, что вот запустили, условно говоря, мосты, дороги, вам, наверное, тоже это неоднократно приходилось слышать, действительно ли это так, или просто, ну, все невозможно было сделать, и тогда приоритеты были, не знаю, привести в порядок, там, здания, сооружения, там, школы и детские сады и так далее. А я на этот вопрос немножко по-другому отвечу. Есть много упреков, конечно, которых нас, ну, партию согласия склоняли, ввиду криминальных дел и всего остального. На данный момент в Кнабе нет ни одного дела, которое возбуждено, например, против согласия или политических деятелей с партией согласия. Это факт. Да? Да, можно упрекать, куда тратились деньги, там, в одну надо было, например, на ЧАК отремонтировать, но ЧАКа не отремонтировалась только из-за того, что ремонтировались параллельно другие улицы. Как мы понимаем, некому просто делать ремонт. Тоже, когда в Валдемаре улицу делали, тогда был дефицит специалистов, которые реально работают лопатами даже, да, ну, вот, делают работы на улице. Это одно. Второе, нехватка тех людей, которые готовят проекты, так как согласование не только с решительным с управлением, да, и организациями надо, а также государственными предприятиями, как Латвэнерго, например, да, там, в Латвии стыклы надо, ну, все согласовать. И не всегда это происходит быстро. Есть упреки, которые, понятно, что в нашу сторону. Но за 10 лет сколько детсадиков отремонтировано, сколько школ, сколько зданий культуры, например, отремонтировано, начиная от национального театра, заканчивая ВФМ и землюблазмой и всего остального, да. Очень всего много сделано. Поэтому упрекать всегда можно, и это правильно надо делать. Но надо понимать, что для, ну, что и сделано параллельно, а не только кидать грязью и говорить, что все плохо. Да. Вот этот вопрос, который тоже, наверное, вам задавали, будут задавать. Вот сейчас, ну, работая по существовой позиции, это теперь уже понятно, что, скорее всего, это будет так, по крайней мере, в начале созыва. Какую тактику согласие может занять? Я понимаю, что еще впереди обсуждение, но тем не менее. Есть один вариант уподобляться, ну, не знаю, той оппозиции, которая была вот в прошлой Рижской Думе, которая сейчас будет в коалиции. Ну, и по каждому поводу там выступать, не знаю, часами, цитировать даже, вот, было Конституцию, чего только не происходило. Это один вариант. Есть второй вариант, ну, конструктивная оппозиция. Это такое вот тоже понятие растяжимое, что считать конструктивной, что нет. Ну, и есть третий вариант, там, выступать, там, не знаю, коротко по делу, когда надо, и вообще сначала посмотреть, что будет делать правящие коалиции. Подождать. Конструктивная оппозиция – это оппозиция согласия всеми. Когда конструктивно предлагается свое решение, конструктивно вырабатывается предложение к бюджетам и ведется работа. Но, как мы видим, правящая коалиция сделала не то, что грамотно все, а они правильно сделали свою сторону. Они купили национальные СМИ, ввиду выделения финансов им из госбюджета, да, и сейчас вообще говорится о том, что, например, национальное телевидение, например, не будет заниматься привлечением рекламы, да, дабы они получат дополнительное финансирование. Когда мы учителям не можем, например, 8 миллионов найти на повышение заработной платы, да, зато, ну, на телевидение мы 8 миллионов можем дать слегка, просто так вот. Да, там тоже людям надо что-то кушать, они могут не напрягаться, например, по привлечению рекламы. Тем самым они покупают свое СМИ, и сколько ты бы мог напрягаться или что ты будешь делать, тебя по телевидению или по радио больше уже не покажут, как оппозицию. И это зачастую мы видим сейчас, когда дифферамбы поют только коалиционным политическим силам, и то, что они предлагают правильно, неправильно, без разницы, да, по большому счету, что говорит коалиция, а у нас еще коалиция еще есть в этой стране, оппозиция есть в этой стране, да нет у нас оппозиции, у нас все хорошо, правильно. А что-то вот от этого не легчает, например, простому жителю Латвии не становится легче, не увеличивается заработная плата, не там, пенсия не увеличивается, да, там, автобусы не дешевеют, да, и хлеб тоже, на опухоль тоже не становится дешевле. Поэтому мы ввиду своих силы будем вести свою работу в социальных сетях, как мы это видим, и работать с независимыми медиями, таким, например, как радиоботком или с другими радио и прессой, которая нам доступна, например, или которая открытая как оппозиция, так и другим мнением, например, присматривать и прислушивать. Успеем принятие звонки наших радиослушателей. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот вашему господину скажите, да, как он, не помню, ну, русская фамилия. Морозов. Вы сами все профукали, грубо говоря, не грубо, а ласково еще. И благодаря, знаете что, я Янису Юрканцу очень верю. Он сказал, что просто это человек, который знающий, это министр иностранных дел. Я говорю, думаю, за все правительства, это самый сильнейший был в правительстве когда-то человек, умнейший человек. Он сказал просто, конкретно есть предатель, Ушаков. Он сказал, он разваливает, разваливает начал и будет разваливать дальше. И знает почему? Там супруга его помогает очень сильно. Он отбил у русских желание, русскоязычных, голосовать за согласие. Спасибо большое. За критику, я думаю, что Ушаков может сам за себя отвечать. И Юрканцу ему, ну, в помощи Юрканцу он не нуждается, хотя, также скажу, что Юрканц очень, ну, как политик довольно-таки сильный и респектуемый человек, ну, с моей стороны так же. Но, как мы знаем, вот я человек бизнеса, да, и у меня есть такое понимание, нет людей, которых нельзя как-то, незаменимых людей нет. Он так пока перевел с латышского. Нет незаменимых людей. Поэтому Ушаков реально он для политики Латвии и, как для Риги, он сделал очень много. И 10 лет – это очень большой срок. Иногда человеку, может быть, даже надо дать отдохнуть. Но Ушаков не выбрал этот отдых. Он поехал, ну, он по принуждению выбрал политику дальше работать в Европарламенте, потому что здесь реально его уже съели. Ну, так фактически его сняли, да? Да, его сняли, его здесь съели, и было решение все-таки идти работать в Европарламенте. Если мы посмотрим, что он делает в Европарламенте, он работает в экономической департаменте Евросоюза, в комитете, да, и работает над тем, чтобы Латвия все-таки получила больше дотаций, и та же самая Рига получила больше денег, чем она может получить. Так как в Европарламенте также пересматриваются бюджеты, и направление бюджетов, оно будет не только государственное, но оно будет и столичное, например, направление, да, когда конкретно столица может получить уже евроденьги в свое направление. И об этом сейчас вот с одной стороны работает Анил Ушаков, который работает также во благо Рижана. Я не могу, ну, и я даже не позволяю так его списать, потому что политика реально очень достойная, и хорошо отработал, мне кажется, свои 10 лет. Рей. Работал бы дальше, если бы другие не поступили по-другому. Да. Андрей Смарус, у нас в студии один из лидеров списка согласия на выборы в Рижскую Думу. Вот сейчас впереди, наверное, у новой коалиции. Ну, моя проблема, простите за эту автологию, это принятие бюджета города на следующий год. Мы знаем, что бюджет будет, мягко говоря, очень тяжелым. Правительство помогает в этом. Поскольку уже принято решение концептуальное, что самоуправление получит на 5% меньше от подоходного налога населения, кто-то уже подсчитал, что это где-то потери для рижского бюджета в следующем году от 40 до 50 миллионов. Вот как вам все это видится, какой же будет бюджет города в следующем году, плюс надо будет платить больше все эти социальные пособия по решению Конституционного суда? Я думаю, что очень трудно будет удержать те социальные программы, которые сейчас были выработаны согласием и которые очень хорошо и эффективно работали. Ввиду того, что я смотрю, например, то распределение сейчас параллельно, которое предполагается новой коалицией, что развитием, это значит и привлечение финансов комитетом будет руководить Шадурскис, который по всей Латвии школу закрывал. Есть в народе такое слово, когда если мы закрываем школу, скоро мы будем начинать строить юрмы. Вот чтобы не получилось так же с Ригой, что с финансами у нас будет так же самое, как со школами в Латвии, чтобы их не позакрывали. Поэтому будет сложный год, и со своей стороны могу сказать только то, что мы, как фракция Согласия, представляемая в Риге, будем оставить социальные программы и интересы рижан. И об этом будем говорить громко. Да. Ну что ж, в принципе, наверное, это логично. Пожелаю вам успеха, поскольку действительно такой оппозиционерский хлеб или хлеб оппозиционера очень даже нелегкий, учитывая, что пока коалиция весьма большая, 39 против 21, ну, я имею в виду, если посчитать все три оппозиционные фракции, ну, что ж, я думаю, что и в этих условиях тоже надо пытаться работать хорошо. Я скажу, Лабик, что и в этих условиях можно работать. Да. Ну что ж, этого мы вам и желаем. Подотворной работы на благо Рижана. Андрей Сморозов у нас был в студии. Спасибо, до свидания.